Общее сведение. Ревматический увеид – это острое или хроническое заболевание в офтальмологии, характеризующееся воспалением увеального тракта. У пациентов с активным аутоиммунным процессом в анамнезе. В 20% случаев увеид развивается в возрасте 25-35 лет на фоне ревматизма. У детей патологию зачастую диагностируют после достижения 3 лет, при этом серозно-пластический увеид чаще развивается в раннем и дошкольном возрасте. Болеют преимущественно лица женского пола. Для заболевания характерно рецидивирующее течение. Рецидивы возникают в весенний-осенний период. Ревматический увеид представляет собой важную медико-социальную проблему, так как поражает молодое трудоспособное население и в 30%. Случаев приводит к снижению остроты зрения с последующей инвалидизацией. Ревматический увеид – причина ревматического увеида. Причиной ревматического увеида является иммуновоспалительное поражение сосудов глазного яблока стрептококкового генеза. Заболевание возникает чаще на фоне хронического, реже острого течения болезни соколовского буя. При этом поражаются передние отделы увеального тракта, целиарное тело или сосудистая оболочка. Возможно одновременное вовлечение в патологический процесс всех вышеуказанных структур. Повышает риск развития данной патологии снижения реактивности и резистентности организма, переохлаждения. Провоцирующими факторами рецидивов заболевания могут быть частые анагены. Узелковая форма ревматического увеида, как правило, встречается у пациентов с артритом аутоиммунного происхождения. Также данная патология может быть одним из проявлений таких системных заболеваний, как сиронегативный спондилоартрит ювенильный, хронический артрит, болезнь Бехчета. Симптомы ревматического увеида, в зависимости от поражения того или иного отдела глазного яблока различают передний, задний, периферический увеид и панувеид. Ревматический увеид протекает остро или хронически. Как правило, воспалительный процесс характеризуется преобладанием эксудативного или транссудативного типа секреции. Ревматический пластический увеид развивается остро, часто ему предшествует конъюнктивит. Пациент предъявляет жалобы на ощущение инородного тела в глазу, сжение, повышенное отделение сирозного содержимого, медвяз. Через 3-4 дня присоединяется целиарная инъекция. При этом расширение зрачков сменяется их сужением. Спустя 2-3 дня после развития первых симптомов нарастает болевой синдром в области глазницы, слезотечения и фотофобии. Больные отмечают изменения в окраске радужки, что вызвано отеком гиперемии секреции эксудата. В результате образования синехи существует высокий риск развития вторичной катаракты или глоукомы. Клинические проявления сирозно-пластического переднего ревматического увеита сохраняются длительное время, но для этой формы характерно более легкое течение. Пациенты отмечают у себя незначительную болезненность и светобоязнь, реже инъекцию сосудов у края радужки. Наиболее частое осложнение – отслойкость стекловидного тела. При сирозном варианте заболевание имеет латентное течение и без внешних проявлений воспалительного процесса. Как правило, хронический сирозный увеит трансформируется в сирозно-пластический и осложняется вторичной глоукомой или катарактой. Особенностью геморрагической формы ревматического увеита является преобладание эксудативного типа секреции над транссудатом. При этом в эксудате наблюдается примесь крови. В свою очередь при пануверите в патологический процесс вовлекается еще и сосудистая оболочка. Клинические симптомы периферического ревматического увеита представлены появлением тумана или мушек перед глазами. Диагностика ревматического увеита Диагностика ревматического увеита основывается на аномнистических данных в результатах наружного осмотра, визометрии, тонометрии, биомикроскопии, офтальмоскопии, гониоскопии. При наружном осмотре пациента с ревматическим пластическим увеитом определяется покраснение и инъекция сосудов конъюнктивы незначительная. Расширение зрачка Отечность век Методом биомикроскопии визуализируются пигментные и куносовидные синие хипо-крым зрачка, отек роговицы и исчерченность ее заднего отдела. Специфическим является симптом решетки, образованный складками дисцеметовой оболочки. В передних отделах радужки выявляются расширенные сосуды. С помощью щелевой лампы можно обнаружить сужение пространства позади хрусталика, ярко выраженный феномен тинделя. При серозно-пластической форме ревматического увеита визуализируются небольшие округлые прецепитаты серого цвета. На длительное течение указывает изменение их контура с ровного на фистончатый. При гониоскопии определяется полисцирующая влага передней камеры глаза – желто-серый эксудат. Проведение офтальмоскопии указывает на незначительную гиперемию в зоне диска зрительного нерва. Макроскопическое исследование оптического среза позволяет выявить скопление патологических взвесей в ретролентальном пространстве и витриальные отслойки. При узелковой форме ревматического увеита методом биомикроскопии можно диагностировать розово-серые узелки, диаметр которых составляет 1,3 мм. После их исчезновения на зрачковом поясе радужки образуются участки атрофии, которые сменяются задними синехиями. При гоморрагической форме ревматического увеита методом гониоскопии выявляется скопление эксудата темно-красного цвета. Жидкость также накапливается в углу передней камеры, в области радужки и зрачка. После рассасывания эксудата при биомикроскопии визуализируются задние синехии. Очаги помутнения при вовлечении в патологический процесс сосудистой оболочки определяются в ходе офтальмоскопии. Они представляют собой желтоватые образования с нещетким контуром. Старые очаги имеют белую окраску. Данный метод позволяет выявить гиперемию диска зрительного нерва. При периферическом ревматическом увейте в ходе проведения биомикроскопии можно обнаружить воспалительные взвеси в стекловидном теле и целиарную отслойку. Дополнительными методами исследования являются визометрия, позволяющая определить степень снижения остроты зрения и тонометрия, проводимая для измерения ВГД у пациентов с подозрением на вторичную глупому.